Владислав Афонин. Безбилетник. Что чувствовали десятки лет назад дальнобойщики, колесившие по просторам дорог на своих мощных и длинных автопоездах? Чувство свободы, независимости, ощущение бесконечного путешествия каждый день. Дух и воздух магистралей, соединявших сердца цивилизации, города, вольный выбор личного пути и самостоятельная организация собственной жизни. В этом, вероятно, и заключалась философия водителя тех огромных машин, благодаря грузам которых удавалось держать цивилизацию на плаву в адекватном ее состоянии. Но, кроме того, при помощи этого рода занятий получалось зарабатывать неплохие деньги по тем временам. С массовым освоением человечеством дальнего космоса мало что поменялось. Разве что расширились масштабы, нагромоздились новые сложности, добавились всяческие узконаправленные аспекты. Логистика стала более наукоемкой отраслью, и кадры требовались соответствующей квалификации, не просто обладающие особыми навыками, но и определенно способные справиться с новыми вызовами. Сейчас космический дальнобойщик – это непростоватый дядька-водитель, выцветший на солнце кепки, поднимающий тучи придорожной пыли в глухой степи под кантри-музыку. В настоящий момент это пилот космического корабля, полноценный космонавт, обладающий несколькими техническими или, естественно, научными специальностями. Многие из них служили в армии или на флоте, а поэтому носили воинские звания. 40-летний Максим Иноземцев, капитан, как раз и являлся одним из подобных космических дальнобоев, бороздивших бескрайние просторы Великого Космоса. Его могучий четырехдвигательный корвет «Альбатрос» третьей модификации, в зависимости от цели и задач, мог перевозить многие тонны как гражданских, так и военных грузов, а также немалое количество и живых существ, принадлежащих подготовке борта. Из-за своих габаритов «Альбатрос» не был приспособлен к изящным и скоростным маневрам, однако славился своей живучестью и высокой максимальной дальностью полета. Понятность, простота, невычурность, но надежность конструкции позволяли управляться такой махиной лишь одному члену экипажа и группе инженерных ботов при необходимости. «Альбатросы» составляли важную грузовую основу как военного, так и гражданского флота в современной Земле. Максим любил этот сектор галактики. Просторный, словно небольшой воид, почти свободный от космического мусора, астероидных сборищ и скопищ космического мусора, практически не подверженный нейтринным штормам и выстрелам опасных излучений от пульсаров, расположенный в десятках парсеков от ближайшей черной дыры, неизлюбленный пиратами и представителями враждебных корпораций, не имеющий аномальных образований и прочих особо опасных объектов, он определенно являлся мечтой, пока не желающего пускаться в отчаянные приключения пилота. Действительно, просто перевози груз из точки А в точку Б и наслаждайся бесконечным космическим полотном. Из примечательных космических тел в данном секторе наблюдатель мог отметить светло-коричневое пятнышко с едва заметной темно-бурой кляксой внутри – Мессеров Крест. Сатурноподобный газовый гигант с двумя кольцами, пересекающимися под прямым углом. Отсюда планета и получила свое название. Согласно результатам ряда исследований, темно-бурая клякса Мессерова Креста являлась сверхмассивным ураганом, по какой-то причине стабильно бушующим и зафиксированным в одной точке. Также галактический путник увидел бы совокупность трех ярких звезд, вертикально расположенных друг над другом – пурпурной, желтой и светло-синей. За характерную позицию космонавты прозвали это выделяющееся на общем фоне созвездие светофором. Правда, судя по его цветам, не автомобильным, а скорее железнодорожным. И, наконец, пролетая мимо конкретных координат, мы могли бы заметить обломки автономной космической станции флагманского типа Мега-4, давным-давно покинутой и разрушившейся из-за несовершенства конструкции и одной банальной математической ошибки. Все пилоты знали про парящие в невесомости остатки Меги-4, а поэтому облетали то место десятой дорогой в целях максимальной безопасности. Относительно близкое соседство Мессерову-Кресту составлял лишь Эпсила-Нао-Ямы, безжизненный скалистый камень, размерами чуть меньше Марса, пермоментно атакуемый песчаными бурями и содрогаемый ими изнутри. Правда, тем не менее, данная планета обладала атмосферой, по химическому составу близкой к земной, а поэтому пригодной к дыханию человеком, но только в специальном респираторе и защитных очках. Происходило это даже не из-за требуемого сочетания газов в атмосфере, а из-за критического количества пыли и всякого рода легких взвесей, царящих в местном воздухе, и попросту способных превратить человеческие легкие в решето. То же самое относилось и к людским глазам. За несколько секунд подвеки могло занести несколько грамм отборной суховатой гадости. Эпсилонау-ямы также могли назвать каменно-песчаной пустыней, редко прерываемой холмистыми и горными грядами. Казалось, на безжизненной планете со скупыми пейзажами ловить было нечего, однако ученые объединенных земных сил так не считали. По их расчетам, каменистая планета оказывалась богата на залежи титана, вольфрама и некоторых редкоземельных металлов. Первые два элемента определенно бы пригодились людям в космическом кораблестроении, однако колоний и форпостов на Эпсилонеау-ямы основывать не стали, обойдясь автономными добывающими пунктами, которые как раз и занимались геологической разведкой и небольшими горно-шахтными работами лишь при минимальном участии человека. К одному из таких мест и направлялся Максим. Нью-Сидней! Это Геоцинд-6! Эпсилонау-ямы в зоне видимости человеческого глаза. Буду готовиться ко входу в атмосферу и снижению корабля. Прием! Геоцинд-6! Это Нью-Сидней! Прием! С восстановлением сеанса связи! Рад слышать вас! Отозвались на другом конце. Разрешаю садиться. Точка для забора груза ЭА-75. Упаковочный лист и накладную перешлю вам на бортовой компьютер. Как загрузитесь, переводите Альбатрос на автопилот до Альфа-Висконти и погружайтесь в Анабиоз. Лететь предстоит долго. Там вас будет ждать новое задание. Как поняли? Понял хорошо, Нью-Сидней. Начинаю снижение. Кивнул Максим невидимому собеседнику. Еще кое-что. Геоцинд-6. Вопреки ожидаемым ранее прогнозам, астрономическая коллегия прислала несколько иную сводку. Будет ожидаться достаточно сильный нейтринный шторм, что для данного участка галактики не характерно. Учтите, что связь или будет прерывиста, или будет полностью отсутствовать. Предупредили на противоположной стороне. Да, пока буду спать, она мне и не понадобится. А в случае каких-либо неполадок, бортовой компьютер разбудит меня. Такое уже проходили. Уверенно ответил Максим, ничуть не удивленный новостью. Принято. В таком случае берегите себя. И удачи на задании. Нью-Сидней. Отбой. Собеседник приготовился к отключению. Геоцинд-6. Отбой. Попрощался Максим. Принтер с круглыми светодиодами, встроенный в стену кабины вместе с пузатым монитором и частью бортовой компьютерной системы, стал медленно выкатывать наружу бумагу с напечатанным на ней текстом. Максим мигом взял ее в руку и потянул на себя так, чтобы та оторвалась точно по специально проведенному контуру от другого, еще находящегося в чреве принтера чистого листа. Пилот внимательно ознакомился с упаковочным и накладной. Как так так? Что тут у нас? Автономный планетоход Сент-Дриммер третьей модификации. Проблемы с движком, трансмиссией и двигателем. Буры типа ДД-67 и ДС-99. Полсотни штук. Степень износа максимальная. Тяжелый лазерный измельчитель Инвейдер. Многочисленные повреждения основного корпуса вследствие сильной песчаной бури. Комплект ручных силовых пушек. Анализаторы контейнерного типа, разработки НПО, Варяг, Барахляд. Рефрактор Farwizer 9. Передать лично профессору Лукичу по прибытии на Альфа-Висконде. Необычный кусок породы диаметром приблизительно полтора метра, нуждающийся в исследовании в центральной лаборатории. Научно-исследовательские автономные модули. Четыре штуки. Недопустимые погрешности показаний. Резервуары для химикатов на проверку и перезаполнение. Аккумуляторные батареи нескольких типов. На утилизацию. Набор одежды, комбинезоны колонистов, женские и мужские разновидности. Размеры М, Л и ХЛ. Оставленные по ошибке гиацинтом 2 и не забранные им. Максим поглядел на небольшие изображения рядом с описанием грузов. Безыскусные комбинезоны сшивались из полимера серого цвета. На левой груди обладали специальной пластиковой биркой для идентификационной карточки колониста. И имели капюшоны, защищавшие потенциальных носителей от неблагоприятных погодных условий, осваиваемых планет. Пилот довольно хмыкнул. Что ж, сделаем в лучшем виде. Посадка, погрузка, в которой Максиму полностью помогли складские боты и автоматизированные логистические системы, а также взлет, прошли без происшествий. Без особой тоски или ностальгии, пилот покинул Эпсилон Ауямы, ибо запоминать что-либо или длительно любоваться здесь чем-то не приходилось возможностью. Иноземцев направил Альбатрос в сторону Альфы Висконти, морально и физически готовясь к длительному перелету по пустому и безлюдному пути. Что ж, это будет последний естественный мой сон перед погружением в анабиоз. С этой мыслью, выставив управление на автопилот и переведя уровень энергопотребления корабля на пониженный режим, Иноземцев лег на весьма удобную койку-матрас, расположенную непосредственно в кабине. Убаюканный черной бесконечностью, он провалился в сон практически мгновенно. Резкое пробуждение неприятно полоснуло точно по прифронтовой коре головного мозга. Чурясь, хоть и находясь в почти полном мраке, Максим нехотя разомкнул глаза. Загадочно зеленее посреди псевдопустой темноты, кварц на электронных наручных часах показывал полвторого ночи по Гринвичу. Левая рука, которую Иноземцев использовал в дополнение к слегка жестковатой армейской подушке, затекла и стала будто ватная. Разминая немевшую руку, Максим присел на койке и правой рукой прикрыл сначала зевающий рот, а затем лоб вместе с глазами, опершись им на внутреннюю сторону ладони. Вставать и идти куда-либо совершенно не хотелось, но и сон уже как рукой сняло. Он знал, что снилось ему что-то нехорошее, полностью кошмарное и тотально иррациональное, так свойственно и знакомое этому состоянию, когда организм человека в порядке, но не бодрствует. Что ж, бывает. Чтобы отойти от навязчивого и неприятного морока, который еще преследует людей после неприятного сна, нужно окончательно пробудиться и заняться чем-нибудь отвлекающим, что и решил сделать Иноземцев. За обзорным стеклом кабины пилота плавно плыла Вселенная, словно альбатрос медленно двигался сквозь центр океана, где-нибудь на Земле. Первая пурпурная звезда светофора интенсивно мигала, постепенно удаляясь и удаляясь от космолета. Мессерова креста уже и след простыл. Приятным, успокаивающим кварцем или неоном светились приборы, создавшие уютную атмосферу в кабине. Их показатели демонстрировали нормальные, умеренные значения полета, а также внешнего и внутренних состояний космического корабля. Максим на всякий случай еще раз сверился с данными приборов, включил ночное освещение внутри кабины и полное в остальных отсеках корабля. Взяв красно-белую кружку с одной из полок, Иноземцев подошел к выходу из кабины и протянул ЕСК, Индивидуальную систему контроля, носимую на запястье левой руки, и при желании интегрируемой с космическими костюмами или комбинезонами разных типов. ЕСК в первую очередь следило за состоянием здоровья носителя, физическим и ментальным, а также приходилось важным узлом корабельной безопасности, что прочно связывал человека и технику. При помощи ЕСК капитан заставил уехать дверь-шлюз вверх, приложив устройство к считывателю. Эйл-образный перекресток встретил его двумя белыми, отлично освещенными коридорами, уходящими прямо и направо. Ночной кофе так ночной кофе. Все еще чуть-чуть сонный. Максим двинулся направо, в сторону корабельной кухни, держа кружку в руке, словно нежеланный подарок. Может быть, даже сделаю небольшой перекус, чем-нибудь вроде очередной радости космонавта. Потолочные лампы едва слышно гудели, будто готовящиеся ко сну пчелиные ульи. Вытянутые трубочки аварийного освещения, вкрапленные в стены над металлическими плинтусами, время от времени для профилактики загорались бледно-красным. Шаги глухо, но спокойно отдавались от пола. Трубы и провода различных цветов и толщины прямыми рельсами сбегали вперед, округло скрываясь лишь за углами дальних поворотов. Инфографика, вроде остекленных стрелочек или электронных планов корабля, спокойно чествовала проходящего путника. Все было в порядке. И казалось, ночного кошмара, которого Максим даже толком не запомнил, уже как корова языком слезала. Стоп! Какого черта? Иноземцев по-солдатски встал, как вкопанный. Конструкция альбатроса в данной части космолета проектировалась так, что параллельно коридору-отсеку, по которому в настоящий момент шел Максим, располагался точно такой же коридор-отсек, но уже с помещениями иного назначения. Значительно этот коридор-близнец, а также стабилизатор, резервный двигатель, часть корпуса корабля, не долю космического пространства, наблюдатель мог созерцать через ряд достаточно длинных прямоугольных окон, периодически прерываемые слепыми участками стены. При необходимости отверстия могли перекрываться толстыми и герметичными шлюзами жалюзи. Когда Максим доходил до последнего своего окна и уже готовился заворачивать в полумрак кухни, в коридоре-близнеце краем глаза ему зловеще померещилось какое-то движение. Непринужденно продолжая держать кружку, как офисный белый воротничок, иноземцев нахмурился, прищурился, хоть и обладал идеальным зрением, и уставился на видимую часть противоположного отсека. Кроме длительных соединительных тамбуров в конце коридора, их пока разделяла лишь смертельная пустота мертвого вакуума. Лампы, трубы, провода, стены, потолки, шлюзы, красные коробки с противопожарным оборудованием, белые боксы с красным крестом на дверцах, инструментами первой медицинской помощи. Ничто не вызывало ни малейшего подозрения. Мирный стазис корабельных внутренностей вроде бы успокаивал. Быть может, лишь нездорово почудилась просонья. Махнув рукой, Максим вошел в полутемную кухню и установил кружку в кофемашину фирмы «Наполи». В этом помещении металлическая ставня полностью перекрывала большой круглый иллюминатор, через который тоже открывалась возможность наблюдать за космосом. Однократно скрипнув и заурчав, «Наполи» стала готовить латта без сахара, но с ванильным сиропом. Иноземцеву захотелось напиток послаще и объемом побольше, нежели просто чашка какого-нибудь горького эспрессо. Брызги жидкости пару раз взлетали вверх и падали сквозь стальную решеточку, на которой стояла красно-белая кружка. Тем временем Максим о кофе мало думал. Повернувшись передом к выходу из кухни, словно контролируя тыл, он внимательно наблюдал за видимыми участками коридора и длинных прямоугольных окон. Кофемашина удовлетворенно доложила о приготовлении напитка, но иноземцев стоял не шелохнувшись и все еще прислушивался. Альбатрос летел сквозь вакуум. Где-то за обшивкой приятно гудели двигатели. Ситуация оказалась штатной. Пить расхотелось. Максим сделал лишь один глоток, и напиток показался ему необычайно мерзким и приторным, словно являлся гадким ядом. Слегка оскалившись, точно готовясь к худшему, но в то же время внутренне пытаясь успокоить себя, иноземцев покинул кухню с до сих пор полной кружкой и попал на новый L-образный перекресток, правда расположенный уже зеркально своему противоположному собрату. Через тамбур он прошел чуточку прямо, снова миновал аналогичный перекресток и попал в тот самый коридор-близнец, что проходил параллельно отсеку с капитанским мостиком и кабиной корабля. Впереди виднелись лишь мирный успокаивающий свет и до чистоты стерильная белизна. Вот только на душе продолжали скрести дикие кошки с острыми длиннющими когтями. Темно-серая двухметровая фигура, похожая на саму смерть, вышла из небольшой подсобки. Одним широким шагом пересекла коридор и скрылась в ныне пустующей кают компании справа. Инфернальный ужас. Ощущение какого-то космического ада на миг парализовали Максима. В ушах зазвучала леденящая кровь песня, которую словно в унисон напевали самые отвратительные сущности потустороннего мира. В этом силуэте имелось что-то демоническое, нечеловеческое. Словно секундами ранее перед тобой прошел призрак из преисподней. Красно-белая кружка, расплескивая кофе, полетела прочь из рук, но была мигом поймана ладонью за донышко, пришедшим в себя Максимом, буквально в нескольких сантиметрах от пола. Демаскирующих звуков удалось избежать. Ошираши намотнув головой, он тихонько поставил посуду на ближайший подоконник и стал медленно пятиться назад. Более не доносилась ни звука, лишь чуть-чуть гудела вентиляция. Шлюзы и подсовки, и кают компании были распахнуты настежь. Интенсивно соображая, и спешно прокручивая в голове разные варианты, Максим вспомнил, почему ему оказалась знакома эта страшная темно-серость. Безбилетный пассажир был одет в один из полимерных костюмов с капюшоном для колонистов, который иноземцев забирал с Эпсилона Ауямы. Этого не может быть, мне не показалось, судорожно думал Максим, медленно продолжая отступать в обратном направлении. Но что это за тип? Откуда он взялся? Как он успел забраться на Альбатрос? На Эпсилоне Ауямы нет ни колоний, ни форпостов землян. Планета необитаема, официально. Но имея определенный запас провизий, хороший респиратор, укрытие от песчаных бурь. Да-да-да, некоторое время выжить можно. Кто он такой? Беглый преступник, дезертир, шпион вражеской корпорации? Какой-нибудь скрытный горе-колонист в случае гибели поселения в открытую бы вошел к кораблю и попросил помощи. А этот? Что ему нужно? Угнать Альбатрос? Совершить диверсию? Или где-нибудь затаиться? Но если бы он нашел себе нычку, то не бродил бы сейчас по коридорам. Он же не знает, вкряснее я или нет. Есть ли еще на борту члены экипажа или пассажиры? Господи, точно! Хорошо, что я еще не залез в эту чертову капсулу для анабиоза. Кто знает, что бы он со мной сделал, находясь я в бессознательном состоянии. И как он влез? Попасть на борт корабля он мог только во время погрузки. Но почему не взвыли никакие датчики? Ничего не показали камеры? Нужно немедленно поднять записи. Но за камерами я следил в режиме нон-стоп, пока мы грузились. Я не мог его проворонить. Так, капитан, без паники. Вспоминай протоколы. Бежать в оружейную. Там на случай вражеского абордажа предусмотрены всякие штучки. Автоматический дробовик – хорошая штука. Носорога остановит. Но можно сильно повредить внутренности корабля. Волтер с функцией сухого выстрела – вот это отличная вещица. Одно нажатие на спусковой крючок и пригвожу засранца к ближайшей стене. Или сразу рвать когти в кабину. Блокировать капитанский мостик. Оперативно доложить Нью-Сиднею и спокойно ждать помощи. На мостике в специальном встроенном сейфе лежит пистолет. Пара выстрелов, и мерзавец угомонен. Плюс не надо лишний раз задерживаться в оружейной. Надо уже на что-то решаться. Надо решаться. Максим посчитал, что инструмент по увесисте угомонит незваного гостя. Уже сейчас, слушая активно колотящееся сердце, он через тамбур вернулся к первому айл-образному перекрестку, но, не доходя до кухни, шагнул влево, в небольшой полумрак. Вход в оружейную располагался в тупике. Иноземцев некоторое время не мог найти глазами считыватель для ИСК, ранее горящий в темноте светодиодами. Как вдруг, откуда-то из стены, обиженно шипя, высыпался плотный сноб искр. Оскалившись, Максим инстинктивно отпрянул в сторону. Как выяснилось, считыватель как будто попросту раздавили тараном штурмового танка, и на месте прибора зияла время от времени искрящаяся дыра. Шлюз, ранее являвшийся надежной защитой, сейчас превратился в многокилограммовую металлическую преграду, мертвым грузом, преградившую единственную дорогу к средствам самообороны. Видеокамера, установленная для наблюдения за оружейной, также оказалась снесена точным ударом могучего боксера. Он уже побывал здесь. Душа вновь ушла в пятки. За шиворот словно вылили ледяной уш от ужаса, чуть ли не затаив дыхание и не взвыв от нового испуга. Максим в решительной спешке двинулся в сторону капитанского мостика. Нельзя было позволить зловещему неприятелю попасть в кабину пилота. Кто знал, какими действительно навыками он обладал? Профессиональный психопат, обладающий подходящими способностями, запросто мог бы, например, отключить систему подачи кислородной смеси и убить себя вместе с членом экипажа. Достигнув длинных прямоугольных окон, иноземцев волей-неволей начал передвигаться на карачках, чтобы неприятель ненароком не заметил его. В следующую секунду могучая тень легла на Максима. Безбилетный пассажир двинулся в том же направлении, где только что находился член экипажа. Адреналин стрельнул в кровь, ждать было больше нельзя. Пропустив противника в слепую зону и уже поднявшись в полный рост, иноземцев быстро зашагал в сторону капитанского мостика, все еще стараясь не грохотать берцами по полу. Словно средневековый палач, незнакомец резко вынырнул из-за угла перекрестка. Вскрикнув, Максим моментально перешел на бег. Игры в прятке закончились. Жуткий неприятель, от которого каким-то необъяснимым образом буквально веяло тем светом, решительным широким шагом преследовал иноземцева, хоть и не переходил на спринт. Голову и лицо его продолжал скрывать высокий и широкий капюшон между краями его, где должны были располагаться хоть какие-нибудь очертания черепа, будто зияла сама черная дыра. Максим забежал на капитанский мостик и заблокировал шлюз при помощи браслета ИСК. Отточенным движением он откинул панельку, практически не выделяющуюся на фоне шлюза, и при помощи специального красного рычага перекрыл доступ в кабину уже в дополнительном ручном режиме. Еще пару секунд, глядя на перекрытый вход, иноземцев устремился к бортовым приборам. Мэйдэй! 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 Гиацин-6 вызывает Нью-Сидней! Повторяю! Гиацин-6 вызывает Нью-Сидней! Прием! С эпсила на Ауямы на альбатрос проник неизвестный. Везет себя враждебно. Запрашиваю помощь! Нью-Сидней! Прием! Протараторил в решетчатый микрофон межзвездного коммуникатора Максим. Мэйдэй! 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 Нью-Сидней! Ответьте! Как приговор, ответом стало лишь тотальное молчание на той стороне. Даже помех не было слышно. В чем же дело? Не уснули же в узле связи Нью-Сидней! Внезапная догадка прострелила Максима от лопатки до головного мозга. Бортовой компьютер! Обратился иноземцев к невидимому помощнику. Геоастрономическую сводку! Немедленно! Компьютер помедлил пару мгновений, видимо, выходя из режима гибернации. Где-то щелкнули дискеты. Магическими огоньками загорелись светодиоды видимых частей серверов. Пузатый монитор, прикрепленный к стене, мигнул зеленым. Максим Юрьевич, господин капитан, доброй ночи. Анализ геоастрономической сводки. Загружаю. Машина еще немного подумала. Господин капитан, сводка загружена. Общий уровень опасности желтый. За бортом бушует нейтринный шторм. Диапазон продолжительности от 8 часов до двух суток. Иноземцев подошел к стене, приложил ладонь к сканеру на небольшой дверце. Вишневый, словно рубин, огонек его плоской прямоугольной лампочки сменился на синий, похожий на сапфир. Дверца тихо распахнулась. Внутри нее лежали гизмостоп, достаточно сносный лазерный пистолет, стоящий на вооружении объединенных земных сил, и запасная обойма к нему. Как средство самообороны, гизмостоп мог завалить даже того здоровяка, который сейчас слонялся где-то по коридорам Альбатроса. Черт подери, я так и думал. Связи не будет, пока мы идем сквозь нейтринный шторм. Это значит, что с этим подонком я сам по себе. Никаких ни форпостов, ни колоний больше в этом секторе. До Альфа-Висконти два месяца, но ни в какую капсулу для крясна я уже не лягу. Максим крепко взял пистолет в ладонь. Ладно, давай попробуем несколько изменить тактику. Компьютер, сохрани мое первое сообщение за этот сеанс и передавай его как запись в режиме нон-стоп по всем союзным позывным. Не только Нью-Сидною. Возможно, шторм утихнет и кто-нибудь меня услышит. Попробуем узнать, что это за тип. Альбатрос – хорошая птичка, напичкан разными датчиками. Узнаем, кто такой наш товарищ. Дай мне краткую сводку по биологическим и витальным показателям на борту. Дискеты щелкнули. Компьютер вновь задумался, подгружая данные. Первая звезда светофора на далеком горизонте продолжала тревожно пульсировать пурпурным. Пауза длилась недолго. Базовая сводка. Биологические и витальные показатели загружено. Количество живых организмов на борту корабля один, доложила машина. Иррациональная пустота вновь ударила по вискам и чуть не сбила иноземцев с ног. На миг он почувствовал себя растерянно, как маленький ребенок, забытый родителями в огромном гипермаркете. Сглотнув и зажмурив глаза пару раз, Максим одной ладонью оперся на кожаный подголовник кресла, а другой лишь сильнее сжал рукоятку пистолета. Что же такое происходило на его альбатросе? Компьютер? Повтори. Только и смог выдавить из себя иноземцев. Повторяю. Начала заново машина. Базовая сводка. Биологические и витальные показатели загружено. Количество живых организмов на борту корабля один. Уточнение. Иноземцев Максим Юрьевич. Звание капитан. Принадлежность объединенные земные силы. Предварительно температура тела 36,8 градусов по Цельсию. Дыхание учащенное. Тестолитическое давление 131. Тестолитическое давление 80. Аритмия отсутствует. Для более детальной диагностики подключите провод вашего ЕСК к порту номер 2. Максим глянул на браслет ЕСК. Нет, не за свое здоровье он беспокоился сейчас. Иноземцев уселся на жесткий стул, также встраиваемый в стену кабины, и, ухватив правой кистью мышку, уставился в пузатый зеленый монитор. Компьютер, продемонстрируй все видеозаписи с момента посадки на Эпсилон Ауямы и вплоть до моего пробуждения, приказал Максим. Альбатрос хорошая в плане напичканности разнообразной техникой машина. Множась и за несколько секунд заняв все пространство экрана, перед глазами пилота появились многочисленные видеоролики. Остальные просто не поместились и свернулись в отдельный список вблизи панели задач. Иноземцев долго и самым тщательным образом просматривал эти записи. Вот посадка, начало погрузки. Максим все это время пределов космолета не покидал, следил за процессом онлайн прямо с капитанского мостика. Работают машины и автоматизированные логистически-складские комплексы. Ничего подозрительного и подпадающего под внимание. Рампа Альбатроса опущена, снаружи бушует песчаная буря. Иноземцев ставит видеоролик на паузу, играется с фильтрами, активирует режим тепловидения, включает обратную перемотку. Никакого движения, никаких типов в темно-серых балдахинах. Синхронизируя записи по времени, Максим осматривается с других ракурсов. Фронт, фланги, тыл корабля. Ничего, никто не подбегает, чтобы в последний момент нырнуть внутрь. Некоторое время спустя, в отсеках пусто. Зловещий незнакомец ни разу не попадает в поле зрения следящих устройств. Тщательный осмотр грузового отсека. Возможно, случилось несанкционированное проникновение при помощи одного из контейнеров? Нет, из них никто не влезал, не вылезал. Промотка, снова промотка. Камера, смотрящая на оружейную, резко выбывает из строя, как будто ее сломали с тыла. А вот уже сам командир корабля, сонный, выходит из капитанского мостика, идет с красно-белой кружкой в сторону кухни. Что-то замечает боковым зрением, но поначалу не придает особого значения. Ничего не понятно. Безбилетник вольготно бродил себя по коридорам, но ни разу не попал в ракурс камер. Что за дела? Мощный удар по шлюзу заставил иноземцева вздрогнуть. Он резко направил пистолет в сторону входа, но звук больше не повторялся. Тяжело вздохнув, пилот перевел камеры уже в режим реального времени и включил то устройство, что снимало вход на капитанский мостик. С той стороны перед шлюзом никто не стоял. Долбанул и свалил. Максим тихонько подошел к перегородке, отделявшей его от неведомого, и кончиком пальца сдвинул маленькую пластинку, закрывавшую крохотный глазок из удара прочного стекла. Недолго капюшон буквально вплотную стоял по ту сторону шлюза, будто впери взор невидимых из-за элемента одежды глаз в смотровое устройство. Вздрогнув и быстро вдохнув, иноземцев отпрянул и вернул пластинку на место. Новый страшный удар пришелся на внешнюю сторону шлюза. «Но-но, долби, долби», злорадно оскалился Максим, отойдя и плюхнувшись в капитанское кресло. Вальяжно закинув ногу на ногу, он развернулся сидением к выходу и свободной рукой погладил пистолет по затвору. Капитанский мостик это крепость в крепости, проектировался против абордажей и действий вражеских штурмовиков, так что подождем, кто кого пересидит. Почему этот мерзавец никак не отображается на биосенсорах? Надел под комбинезон специальный шпионский костюм, установил какие-нибудь запрещенные импланты и как ни разу так и не попал в поле зрения камер. Невольные мысли закрались в разуме иноземцева. Прошло полчаса и Максим даже вроде бы сумел немного расслабиться. Альбатрос продолжал свой долгий путь сквозь черный вакуум к Альфе Висконте, а пилот думал, как, не имея возможности погрузиться в криосон, столь продолжительное время он сможет пробыть в изоляции без удовлетворения естественных потребностей. Бутылка космоколы и протеиновый батончик уже ушли. И кроме того, после продолжительного стресса и недосыпа еще больше стало тянуть по новой в сон. Межзвездный коммуникатор продолжал хранить роковое молчание. Умеренное гудение корабля уже не успокаивало, а скорее изводило. Он был тут не как в убежище, а как в тюремной камере. Так долго продолжаться не могло. Внимание! Несанкционированный доступ к системе жизнеобеспечения, тревожно доложил бортовой компьютер. Нерзавец! Он убьет нас обоих! Иноземца вскочил, как ужаленный. Отсек СЖО по умолчанию заблокирован, как реакторное. Как он туда проник? Приказал. Камеру видеонаблюдения из отсека СЖО! Компьютер показал на мониторе лишь знакомое черно-белое царство произвольно мельтешащих мушек. В досаде Максим болезненно сжал челюсти. Тоже снес камеру, как и околооружейной. Поделился сам с собой неутешительными выводами пилот. Кувалда с гидравлическим усилителем у него там что ли? Надо действовать немедленно, пока он не рубанул подачу кислорода. Иноземцев было сначала рванул к шлюзу и уже подготовил СК. Но шестое чувство подсказало ему, что здесь что-то не так. Он посмотрел в глазок снова и на этот раз по ту сторону никого не увидел. Но вдруг происходящее являлось отвлекающим маневром. Сигнал тревоги сознательно запустился отложенным. И жуткий недруг сразу устремился на Максима из какой-нибудь слепой зоны, как только командир корабля откроет доступ в кабину. Нет, не имел иноземцев вправо попадаться на такую банальную уловку. Я хозяин корабля и знаю тут каждый сантиметр, а ты тут никто. С этой мыслью Максим отошел от шлюза и взял в одном из незакрытых ящиков в стене инженерный мультитул, а также ручной фонарик. Удерживая устройство и используя его, он присел посередине кабины и несколькими уверенными движениями снял достаточно широкую пластину, встроенную в пол и ранее практически незаметную. Очередное прикосновение ладони к большому сенсору и люк покорно распахнулся наружу, обнажая полумрак внизу. Ощущая, будто ныряет в пасть тираннозавра, иноземцев установил фонарик на специальное плечевое крепление, включил его, спрыгнул вниз и, убедившись в отсутствии опасности впереди, захлопнул люк за собой. Чернота узкого и низкого технического коридора, в котором можно было передвигаться лишь полуприседом на карачках, особого доверия не вызывало. Трубы и провода, время от времени украшаемые стальными коробами и контрольно-измерительной аппаратурой, плотно закрепленные на всех стенах и потолке помещения, прямыми рельсами сбегали к Т-образному перекрестку. Светодиодные ленты холодного синего света, установленные параллельно плинтусом, периодически то гасли, то загорались снова. Назвать их слабую иллюминацию надежным источником для хорошей видимости язык не поворачивался, поэтому наплечный фонарик приходился в этом месте как нельзя кстати. Скрипя сердце, Максим двинулся вперед, стараясь лишний раз не шуметь. Вот он преодолел линию, на которой когда-то надежный шлюз огородил его на капитанском мостике от остальных отсеков корабля, по которым практически свободно перемещался зловещий незваный гость. Мерно жужжали некоторые электроприборы. Достигнув перекрестка, иноземцев повернул налево. Кишка технического коридора здесь вела теперь далеко прямо и оканчивалась Г-образным поворотом. Максим продолжал двигаться дальше, периодически инстинктивно контролируя собственный тыл. Вдруг тяжелые шаги раздались прямо над иноземцевым. Пилот остановился мгновенно, стараясь даже не дышать лишний раз. Незнакомец вновь двигался по коридору, примыкающему непосредственно к капитанскому мостику, то ли опять стоять над душой рядом с проходом в кабину, то ли в сторону заблокированной оружейной. Несколько секунд и эти громкие звуки прекратились. Мощный точно от кувалды удар раздался непосредственно над головой Максима. Едва слышно взвыв, капитан в трагикомичной позе спешно пополз вперед. Удар повторился, что-то как будто заскрежетало. Иноземцев быстро оглянувшись проверил целостность потолка коридора. Нет, кажется все было в порядке. Очередной страшный удар. Жуткий тип пробить пол под собой явно оказывался не в состоянии, а поэтому видимо решил взять психической атакой. Новый удар, но уже где-то позади. Враг знал о самой подпольной коммуникации, но не был в курсе ее точного строения. Нервно хихикнув, Максим прополз дальше. Он впервые открыл один из люков над собой и воровато осмотревшись залез обратно на основной борт корабля. Максим оказался в достаточно просторном инженерном отсеке, ныне погруженном в полную темноту, разгонявшуюся лишь светом фонарика при движении телом. На островных лабораторных столах, кроме пары ненужных микросхем, пустовало. Научно-производственными работами на Альбатроссе пока некому было заниматься. Технические принадлежности аккуратно раскладывались в ящичках разных форм, габаритов и предназначений и укрывались там же. Выключенная аппаратура уныло понихла над мебелью. Едва заметно тикали настенные часы. Иноземцева в настоящий момент интересовала лишь пирамидообразная вытянутая вещица, высотой чуть больше руки взрослого мужчины. Электроприбор приходился не самым легким, но мог переноситься одним человеком без использования экзоскелета или усиливающих имплантов. Объемная пирамидка представляла собой аварийный маяк, при помощи которого член экипажа мог запустить протокол Анубис, мощный сигнал о помощи. Максим надеялся, что сигнал аварийного маяка сможет пробиться через нейтринный шторм лучше, чем простая аудиозапись, поставленная в коммуникаторе на повтор. Иноземцы взялся за одну из переносных ручек пирамидки, но на радостях забыл об одной важной вещи. Все это время инженерный отсек не был заблокирован ни снаружи, ни изнутри. Шлюз внезапно отъехал вверх на полную. В ушах вновь зазвучала та самая музыка голосов из ада. На пороге стоял он. Максиму особая команда не требовалась. Оттренированным движением он резко вскинул свободную руку и вжал спусковой крючок в скобу. Жужжащий выстрел и красный лазер помимо наплечного фонарика на миг осветил высокотехнологичный интерьер. Заряд оцарапал плечо недруга лазер воткнулся незнакомцу примерно в то место где находилось сердце. Третий выстрел прямое попадание в живот. Даже человек на имплантах это противоречивое дитя постмодерна давно бы рухнуло осень от таких увечий но не безбилетник. Попадание лишь оттолкнули его за порог отсека и слегка замедлили. Будучи предельно сосредоточенным иноземцев внимательно пригляделся к сопернику. Там где должна была виднеться обугленная человеческая плоть. Зияли бездонные черные дыры. Как будто член экипажа боролся с простым ожившим комбинезоном. Только сейчас Максим окончательно осознал что перед ним не беглый зэк не бандит не шпион не маньяк и не контрабандист. Перед ним в принципе не стоял представитель рода людского. Сплошная жуткая пустота облачилась в одежды землян и неустанно преследовала командира корабля. Блокировать шлюз не было времени. Иноземца в душе лишь попросил давно забытого всеми бога дать ему пару лишних секунд. Он и тварь сорвались с места практически одновременно. Казалось чудовище вот-вот настигнет Максима. Но бегать оно так до сих пор и не научилось. Лишь передвигалось стремительным быстрым шагом. Пилот в скользящей подсечке в последнее мгновение влетел в черноту открытого люка обиды и разочарования пришелся по куску металла. Он так дубасит и сбивает видеокамеры не кувалдой! Злобно процедил Максим уползая прочь от инженерного отсека. Все это он делает чисто своими огромными ручищами. Луч света создаваемый фонариком беспокойно бродил по узкой стальной кишке. Передвигаться по узкому техническому коридору с аварийным маяком оказалось нелегко. Однако это было все же лучше, нежели перемещаться с этой штукой по основным отсекам, где в любую секунду из-за ближайшего угла тебя могло настигнуть нечто. С горем пополам, несколько раз ударившись плечами, а выступающий из углов трубы и металлические короба, иноземцев вернулся на капитанский мостик. Снова заблокировался, крепко закрепил при помощи мультитула аварийный маяк на полу и активировал на нем протокол Анубис, равнозначный сигнал УСОС. Затем Максим попросил бортовой компьютер дополнить повторяющуюся запись сообщением, что на борт вероятно проникла биологическая инопланетная угроза. Он сам до конца еще не мог осознать тот факт, что во Вселенной люди все-таки не одни, и что эти не одни определенно представляют серьезную угрозу для человечества. И этот дружок точно сепсил на Ауямы. Нужно к черту сворачивать там все экспедиции, в тяжелом раздумье помыслил иноземцев. Основной свет на борту внезапно вырубился, превратив интерьер альбатросов в зловещее царство полутьмы. Максим, до этого не успев выключить фонарик, через плечо обернулся в сторону кресла пилота. На панели управления во мраке тревожно мигали несколько ключевых индикаторов. Бортовой компьютер, анализ ситуации. Негромко, но мрачно спросил иноземцев. Машина задумалась на пару секунд. Краткий анализ состояния на ЮЕС Альбатрос, класс Корветт. Анализ выставляю в соответствии с рангом приоритетов. Начал компьютер. Неполадки неопределенной этиологии в системе общего освещения. Временно заменено аварийным освещением. Неполадки неопределенной этиологии в системе жизнеобеспечения. Внимание! С очень высокой вероятностью возможно прекращение функционирования у системы подачи кислорода. Просьба обратиться к сертифицированному инженеру на ближайшем ремонтном пункте. Что же оно там такое вытворяет? Наверняка хочет выманить меня к отсеку СЖО, чтобы завалить меня там в темноте. Интенсивно соображая, Максим прошелся туда-сюда. С фаталистической интонацией уточнил. Компьютер, сколько у меня времени перед тем, как я задохнусь от недостатка кислорода. Пятнадцать минут, господин капитан. Объективно неутешительно констатировала машина. Настоятельно рекомендую принять все необходимые меры. Предлагаю вам погрузиться в криокапсулу. Нужда человеческого организма в кислороде при нахождении в данном аппарате минимальна. Аварийный маяк установлен. Вы сможете дождаться помощи. Нет, нет, нет. Ты же помнишь, как он сносил те бронированные видеокамеры? Как только ребята зайдут на борт, со своей неуязвимостью он покрошит ребят в ноль. Иноземцев со стоическим видом глянул сквозь обзорные окна. Казалось, что в этот момент Альбатрос мчится сквозь галактическое пространство, словно бешеный зверь. Внезапная мысль стрельнула капитану в голову. А может он не настолько неуязвимый. Компьютер, время до отключения кислорода подачи. 14 минут, господин капитан. Механический голос не прибавлял особо оптимизма. Тогда пожелай мне удачи и не пускай никого на капитанский мостик, даже если с той стороны будут умолять о помощи. Парой движений Максим выставил на браслете ЕСК таймер в 14 минут и в едином порыве вновь нырнул в техническое подполье. Хлопнула дверца люка и бортовой компьютер, являясь одновременно всем и будто ничем в кабине пилота, продолжил наблюдать за критической ситуацией и контролировать ее. Машина отметила, что перед уходом капитан снизил скорость альбатроса до минимума и вновь оставил корабль на автопилоте. Иноземцев, хоть сердце и быстро колотилось, неведомого монстра уже не так сильно боялся. Его охватило в антиюристический азарт, так свойственному человеку на последнем пределе, когда в кровь начинает активно хлистать адреналин. Лучик фонаря нервно бродил из северо-западного угла технического коридора в юго-восточный, то вверх, то вниз. В основных отсеках прямо над головой предупредительно стала подвывать сирена. Автоматический голос начал предупреждать о критических опасностях. Что-то в ходе запрограммированного полета пошло немножко не так, и мощная вибрирующая дрожь прошлась по всему борту Альбатроса. И человек, и техника двигались сейчас сквозь идеальный шторм. Непредсказуемый противник всегда опаснее старого и известного врага. Даже с лютым неприятелем становишься спокойнее, когда уже успел изучить все его повадки. А что, если недруг постоянно совершенствуется, гибко мимикрирует под окружающую среду, умело модифицирует свои навыки и умения. Как быть со столь страшным соперником? С хитрым големом, который чует, знает тебя и крушит своими мощными ручищами твою стратегию или тактику аж на десять шагов вперед. Тут или он тебя, или ты его. Третьего варианта никто не предоставлял. И в победу требовалось вложить все имеющиеся у тебя силы и средства, не оглядываясь на сопутствующий урон. Все еще находясь в состоянии значительного мандража, иноземцев достиг люка в нужный ему отсек и неспешно отворил его, в надежде, что чудовище не ждет свою жертву непосредственно над отверстием. Аварийная лампа под потолком с визгливым скрипом крутанулась красным, помогая фонарику Максима осветить утопающее во мраке помещение. Ни следа твари. И вот глянул на браслеты СК, экранчик сразу же показал ранее запущенный таймер. Времени до отключения кислорода подачи оставалось все меньше и меньше. Он подтянулся и забрался в помещение, закрыв за собой люк. Это оказался отсек подготовки выхода астронавтов в космос. Блокировка основного шлюза ЕС-ком и никто посторонний больше сюда не проникнет. В отдельном углублении за защитным стеклом стояли четыре скафандра. Легкий для исследования планет, а также по-запасному для каждого из типов. У противоположной стены расположились ремонтный станок, калибровочное оборудование и диагностический сканер. На полках же мирно покоились более мелкие приборы для работы с космической экипировкой. Иноземцев подошел к одной из плоских панелей, встроенных рядом с защитным стеклом и сделал пару нажатий. Ранее скрытый от посторонних глаз, сливающийся со стеной переборкой, перед Максимом во всей красе предстала капсула АБЭ, аппарата быстрого экипирования. Недолго думая, пилот влез в АБЭ. Шлюз переборка вновь захлопнулся, оставив человека в магически голубоватом полумраке. Ноги пролезли в штанины и магнитные сапоги, руки проделись в рукава. ИСК интегрировался в запястье скафандра. Во время процесса неприятных ощущений практически не должно возникать. Лишь критически важно, чтобы аппарат был исправен. В противном случае можно остаться со сломанными конечностями. А еще до того хуже. Шеей или позвоночником. Не зря говорят, что техника безопасности кровью пишется. Голова пролезла в горловое кольцо. Все хорошо. Самая сложная часть позади. Машина натаскивает подшлемник на голову. Микрофоны, плавно огибая челюсти, устремляются к подбородочной ямочке. Кабель подшлемника соединяется с разъемом где-то внутри скафандра. Брюшная часть захлопывается. Молнии наверху застегиваются. Две минуты до отключения кислорода. АБ подключает специальный шланг к вентилятору. Ранцевая система жизнеобеспечения закрепляется где-то на спине. Процедура прошла по всем правилам и протоколам. Внимание! Подача кислорода прекращена. Проблема неизвестная теология в системе жизнеобеспечения. Просьба обратиться к сертифицированному инженеру. Проговорил автоматический голос. Все, он в скафандре. Створка шлюз вновь отъехала в сторону. Максим сделал глубокий вдох и тяжело шагнул вперед. На ноги словно надели бетонные башмаки. Но слава богу чудича не успела еще отрубить искусственную гравитацию, чтобы члену экипажа стало совсем невыносимо житься. Шлемом он чуть не задел краешек выхода из аппарата. Да, в такой громоздкой экипировке в техническом коридоре теперь больше не попрячешься. Придется снова выйти в основные корабельные отсеки, где хозяйничало жуткое порождение иного мира. Иноземцев приготовился покинуть помещение, любой ценой намереваясь осуществить свой план до конца. Шлюз последнее препятствие между монстром и человеком отъехал вверх. Посмотри налево, посмотри направо. Прямо как в детстве учили взрослые при пересечении пешеходного перехода. Максим не узнал свой родной альбатрос. Ранее стерильно белый, ласково освещенный, приятно урчащий, знакомо пахнущий. Сейчас он превратился точно в предпоследний круг ада. Безвоздушный, полуночно темный, готически мрачный, с неясными метаниями теней и фантасмагоричными образами на границе видимости и краю глаза. В который раз, крепя сердце, иноземцев похоронным громыхающим маршем двинулся вперед, шумя ничуть не тише, чем его коварный оппонент. Прятаться и затаиваться в подобной экипировке было бесполезно, а поэтому человек должен был оказаться готов столкнуться с опасностью лицом к лицу. Скафандр надежно защищал своего владельца, даруя тому собственный запас кислорода. Как аквалангисту в глубокой океанской впадине, наплечный фонарик надежно освещал фронт, разгоняя мрак прочь. Однако в параноидальном беспокойстве Максим часто оборачивался назад, не забывая вовремя проверять и тыл. Четкая, но быстрая оценка на крестообразных, Т-образных перекрестках, Г-образных тамбурах и переходах. В какой-то момент иноземцев стал как вкопанный, когда в очень неудобном для маневров месте, на границе святой тени ему померечился чертов капюшон. Но мираж, вызванный усталостью и нервным переутомлением, растворился, словно нечистый дух. Враг присутствовал где-то не здесь. Иной раз, чуть ли не парализованный липким страхом, капитан становился спиной к стене и, вводя лазерным пистолетом из стороны в сторону, ждал некоторое время, не попрет ли по одному из незащищенных направлений страшная тварь. В одно из таких мгновений Максим ясно различил до боли знакомый силуэт, перешедший позапрошлый перекресток прямо за его спиной. Монстр очень спешил и почему-то не среагировал на свет наплечного фонарика, устремившись куда-то в глубину коридоров. Похоже, он догадался, что иноземцев не собирается добровольно приходить в его хитро сплетенную ловушку, в виде отсека жизнеобеспечения, а поэтому тот решил поторопился и через несколько секунд достиг того, чего хотел, небольшого мостика, на котором располагался двухстворчатый шлюз в грузовой отсек. Части металлической перегородки разъехались на этот раз не вверх, а в стороны, и попав в огромный грузовой отсек, иноземца в спешке стал спускаться по металлической лестнице вниз, чего здесь только не было. Могучий потолок поддерживали четыре металлические колонны фермы, под ним прятались всяческие крюки, тросы и лебедки, включая магнитные. Вдалеке виднелись громадные ворота шлюзы. Альбатрос, скорее не птичка, а рабочая лошадка объединенных земных сил, мог перевозить разнообразные грузы самых различных видов и габаритов. Автономный планетоход Сент-Дример, тяжелый лазерный измельчитель Инвейдер и анализаторы Варяг стояли незапакованные, просто надежно закреплялись цепями. Необычный кусок породы покоился в опечатанном железном коробе. Никто бы оттуда тоже не мог вылезти и навести беспорядок на борту. Менее громоздкое и массивное геолого-разведочное и горно-шахтное оборудование перевозилось в контейнерах специальных маркировок и типов. В грузовом отсеке Альбатроса также присутствовала специальная зона для перевозки опасных и особо опасных грузов ядовитых пирогенных взрывоопасных нестабильных радиационных ионизирующих химических бактериологических и тому подобное. При необходимости эта секция герметизировалась а на случай возможной утечки в ней устанавливались различные сложные приспособления для тщательнейших изоляций и очистки пространства. Кроме того грузовой отсек при необходимости мог перестраиваться на ближайшие станции способные обслуживать альбатросы в большое десантное отделение или просто дополнительную жилую секцию например для эвакуации колонистов с тех планет на которых внезапно разразилась какая-нибудь катастрофа. В общем функции предназначений у корвета было на порядок больше чем это казалось бы на первый взгляд. Однако родной космолет мог стать гигантским металлическим гробом для его единственного члена экипажа если бы он не смог согнать с него нежданного гостя. Тройкой широких шагов Максим достиг невысокого контейнера с силовыми пушками и заменил свой гизмостоп на одну из них. Это было весьма добротное орудие которым шахтеры пользовались для раскалывания особо твердых пород и проделывания проходов или отверстий в поверхностях разведываемых планет. Тем не менее силовая пушка могла послужить и отличным средством самообороны будучи способной лишить жизни не только обычного человека крепкое существо. Двустворчатый шлюз за спиной раскрылся наверху. Максим невольно вздрогнул догадавшись почему-то дверь снова отворилась и вот обернулся на ходу прицеливаясь из силовой пушки. По ступеням медленно спускался он. Иди иди сюда прорычал иноземцев медленно пятясь назад и создавая себе потенциальное пространство для маневра в будущем. Практически неуязвимое чудовище почти сошло с лестницы. Этого иноземцев и добивался. Рванув изо всех сил что позволяло ему использовать масса скафандра Максим достиг центральной панели управления грузовым отсеком и приложил к ней тот рукав космического снаряжения в котором встраивался ИСК. Основной экран и подэкранчики панели одновременно загорелись красным. На каждом из них появился угрожающий крест в виде буквы Х. Иноземцев поднял руку с ИСКом к потолку что-то активировал и в следующую секунду оттуда вылетел толстый трос и магнитным концом уже мягко соединился со специальным креплением на задней части скафандра. Услышав характерный щелчок Иноземцев кивнул сам себе и заметно приободрившись стал отступать еще дальше от неприятеля и панели управления стараясь не запутаться магнитным тросом. Тварь продолжала медленно но верно наступать Максим подбежал к высоким массивным воротам последнему препятствию которое отделяло его и чудовище от сплошного ничего пустого вакуума и великого космоса капитан приложил ИСК к очередной панели ввел дополнительные пароли спешно прошел лицевую и голосовую идентификации панелька покорно отпала все это время за ней прятался ядовито красный рычаг похожий на стоп-кран в поездах двадцатого века вот почему покидая кабину он снизил скорость корабля до минимума план его был нарушением всех инструкций по безопасности а теперь последний шаг отправляйся в ад иноземцев яростно дернул ядовито красный рычаг на себя ворота шлюзы медленно поползли вверх но эффект от этого почувствовался мгновенный началась страшная разгерметизация отсека похожая на мощнейшую бурю сигналы тревоги загласили еще интенсивнее аварийные лампы казалось накалились в изнеможении до предела закрепленные грузы напрягло и потянуло в сторону смертоносной свистящей воронки цепи стали громыхать о стены потолки контейнеры друг друга словно принадлежащие злобным неупокоенным призракам пыль мелкие коробки небольшой мусор примитивные логистические складские принадлежности все и подобное им моментально сдуло в открытый космос будто огромной медлой из крупных объектов первыми не выдержали изношенные буры из-за буквально одного выскользнувшего из цепей вакуум собрата остальные острыми торпедами устремились сразу за ним невольно угрожая проткнуть Максима и захватить того вместе с собой оттолкнувшись магнитными сапогами иноземцев умудрился увернуться при помощи образовавшейся невесомости а вот его врагу до сих пор было мягко говоря все равно на происходящее безбилетный пассажир одетый в простой негерметичный костюм колониста уверенно шагал уже непосредственно в полном вакууме и совершенно не поддавался лютому космическому водовороту как будто на подошвы его обычных берсов налили по килограмму клея выдерживая столь экстремальные условия и совершенно не поддаваясь безжалостной стихии он лишь еще раз доказал что не являлся никаким человеком максим видя что его план начинает давать трещину тяжело дыша через сложную систему скафандра начал обходить стремительно приближающегося врага вокруг колонны словно танцуя с собственным противником сальцу на расстоянии истеричное мигание аварийных ламп раздражающе и дезориентирующе воздействовало на глаза больше тянуть было нельзя дождавшись когда тварь обойдет колонну и встанет точно перед поднятым шлюзом грузовых ворот вакуум за которыми пытался всосать в себя все словно воронка в океане максим поднял массивное жерло силовой пушки и направил его на сближающегося противника выстрел от подобного попадания даже маленький астероид бы раскололся на куски но монстр лишь оторвал одну ногу от пола неестественно продолжив покачиваться на другой точно прикрученный шуруповертом и задрав вверх руки второй залп после недолгой перезарядки в этот момент случилось то во что иноземцев уже потерял надежду верить внеземное чудовище странно согнулось под острым углом к солнечному сплетению наклонившись вперед наконец-то оторвалось от пола и в этой ненатуральной позе закружилось в невесомости словно весело как бумажный самолетик третий выстрел мощный поток энергии подтолкнул прекратившее подавать признаки жизни существо в капюшоне и со всей силы вытолкнуло его за пределы корабля в открытый космос странно сложенное тело точно у того отсутствовал позвоночник все стремительнее и стремительнее удалялось от Альбатроса пока полностью не пропало из поля зрения все было кончено он победил он был спасен до конца не способный нарадоваться и долгожданно получивший возможность чуть-чуть расслабиться Максим облегченно выдохнул проковылял сквозь бесшумный и агрессивный вакуум к панели управления и закрыл шлюз грузовых ворот как только это было сделано иноземцев рванул насколько позволял несколько раз спасший ему жизнь скафандр в отсяк жизнеобеспечения казалось он потерял счет времени когда с той стороны шлюза постучали Максим невероятно уставший и изнеможденный сидя в капитанском кресле невольно вздрогнул но объективно оценил реальность и твердо взял себя в руки он взглянул на трансляции передаваемые видеокамерами снаружи мостика стоял главный Нью Сидней в окружении пары адъютантов и отделения спецназа да уж случай на Альбатросе произошел точно нештатный а поэтому с иноземцевым пришел поговорить сам руководитель пилот приложил браслет и эскак считывателю и как только шлюз отъехал вверх бойцы тут же жестким скопом ввалились в кабину не успел Максим поприветствовать сослуживцев как пара сержантов грубо схватили силой повалили его на пол и скрутили руки электронаручниками Нью Сидней что такое ничего не понимая иноземцев беспомощно глянул на окружающих так мог выглядеть только законопослушный невиновный человек которого неправедный суд записал в злейшие преступники да что вы делаете это вы что делаете капитан злобно прорычал главный протискиваясь сквозь спецназовцев вооруженных и защищенных по последнему слову техники приказал своим хватит валять его позадите лучше в кресло не освобождая Максиму руки бойцы подняли его с пола и спиной не сильно толкнули в капитанское кресло один из военных техник пошел изучать аварийный маяк надежно прикрученный к полу другой занялся бортовым компьютером медик же стал осматривать самого иноземцева и что вы тут учудили гиацин 6 испытующий вперил в Максима взгляд главный иноземцев понуро опустил голову я не понимаю Нью Сидней на борт было осуществлено проникновение иноземной формы жизни я предпринял соответствующие меры по ликвидации угрозы подвергая свою жизнь опасности ни один раз чуть не погиб сам иноземцев попытался отчитаться по форме иноземная форма жизни хитрая коварная чертовски сильная и выносливая мастерски умеет устраивать засады в курсе как носить нашу одежду облачилась в комбинезон колониста знает устройство наших летательных аппаратов например смогла взломать систему жизнеобеспечения чтобы выманить меня с забаррикадированного мостика никак не фиксируется ни сенсорами ни даже камерами что самое главное главный переглянулся с техником и компьютерщиком последний отрицательно помотал головой тогда командир достал с пояса небольшой планшет похожий скорее на солдатский кпк прятки засады взлом устройств их поломка скептически усмехнулся нью сидней разворачивая планшет экраном киноземцеву там готовился запуститься видеоролик это запись матушки земли капитан о вы приглядываетесь значит узнаете смотрите смотрите вы же видите что перед вами аэрокосмический военный госпиталь в хьюстоне сектор подлетного осмотра поздняя ночь вот вы крадетесь думая что ваш вирус временно заразил основное видеонаблюдение чтобы оно вас не зафиксировало однако капитан вы не учли скрытых дополнительных камер которые работали в сети не зараженной вашим вирусом о вот вы в кабинете доктора врача-психиатра который поставил вам диагноз шизофрения отстранив не только от полетов но и от службы вообще но док в тот день еще не успел отправить в командование отчеты по осмотренным пилотам вот вы подделывайте свою медицинскую карточку даже электронную цифровую подпись этого врача смогли достать подтасовывайте еще некоторые технические детали чтобы доктор не увидел что в уже автоматическом режиме высылает неверную информацию вы больны капитан болезнь стала стремительно прогрессировать у вас сразу после окончания последней войны некоторые бойцы слушая все это недвусмысленно переглянулись друг с другом нет-нет-нет-нет-нет нью-сидней послушайте отчаяние раскрытия и разочарование горьким кипятком наполнило сердце Максима да не желая чтобы меня отстранили от полетов я тщательно подготовился затем проник в госпиталь и подделал свою медицинскую карточку я не мог представить свою жизнь без космоса и межзвездных странствий и поэтому пошел на столь дерзкий шаг эти меры были кратковременными и давали бы мне лишь небольшую отсрочку ведь подлог рано или поздно все равно бы вскрылся но сэр послушайте меня то что залезло на альбатрос сепсила нау ямы существовало на самом деле это не плод моего больного воображения планету нужно закрыть на карантин и даже на пушечный выстрел не приближаться к ней ведь там обитает то что идеально способно мимикрировать под нас и нашу деятельность я болен но я не псих поднимите мои биоследы и термомаршруты посмотрите записи с уцелевших видеокамер я не вру на этот раз эмоционально разразился главный вы плохо спали капитан недосып вызвал рецидив вашей болезни вам показался какой-то тип в экипировке наших колонистов которую вы провозили у себя на борту вы наливаете себе кофе на кухне идете себе по коридору вам там опять что-то мерещится вы бежите к себе в кабину забирайтесь типичные параноидальность и мания преследования перед этим зная ваши хакерские и инженерные умения вы что-то накрутили в системе жизнеобеспечения и устроили себе приключения в технических коммуникациях сам себе режиссер черт подери плюс нейтринный шторм может внести во все это свою значительную лепту после ваша неадекватность усиливается вы хватаете аварийный маяк ставите его в кабину а потом попросту устраивайте опаснейшее представление в скафандре лишив самого себя кислорода и разгерметизировав грузовой отсек утрачиваете часть вверенного вам груза вы подвергли катастрофической угрозе не только себя капитан но и весь космолет дорогую и между делом сказать все еще весьма штучную разработку теперь вы понимаете что как старший офицер и ваш командир я буду настаивать на немедленном и справедливом трибунале где попрошу к вам не проявлять ни капли сочувствия отчеканил командир но камеры прошу вас еще раз поднимите данные биосенсоров и сравните их с видеозаписями как они могли сломаться пока я спал в кабине максим пусть слабо но до сих пор пытался доказать свою правоту прекрасно зная устройство вверенного вам корабля и расположение видеокамер на нем зная расположение слепых зон вы сбили устройство слежения кувалды с гидравлическим усилением командир кивнул одному из спецназовцев он на секунду отошел в коридор а затем быстро вернулся держа в руках мощную шахтерскую кувалду я и же вы зачем-то уничтожили панель доступа в оружейную Нью Сидней я не сумасшедший свесив голову уничтоженно прошептал иноземцев послушайте сравните довольна махнул рукой главный мы все немного чокнулись после окончания последней войны капитан но твое безрассудство могло погубить и тебя и окружающих хватит разговоров старший офицер кивнул спецназовцам увезти иноземцева не подававшего даже малейших признаков сопротивления увели с капитанского мостика техники продолжали колдовать за компьютером и аварийным маяком до недавнего времени продолжавшим трансляцию протокола Анубис медик составлял на электронном планшете протокол осмотра пациента главный же погрузился в тяжелые мысли опершись на спинку капитанского кресла и с хмурым видом уставившись на панораму за обзорным стеклом кабины неожиданно его окликнул один из подчиненных командир вышел в коридор к звавшему его спецназовцу ну что еще недовольно поинтересовался главный боец кивнул себе под ноги сэр разрешите один вопрос после угрюмого кивка старшего солдат присел словно следопыт выслеживающий опасного зверя как думаете эту четкую глубокую вмятину от сапога которая принадлежит экипировке колонистов наш сумасшедший капитан тоже оставил словно спрут мрак космоса продолжил окутывать космический корабль о в Продолжение следует...